всем привет ребят давно заметил такую тему что многие из нас не любят читать и я это говорю не потому что я переживаю за духовное богатство нашей нации о том что я достаточно много пишу себя на сайте материалов и людям проще посмотреть видео они мне постоянно задают одни и те же вопросы одни и те же вопросы на которые я уже писал отвечал им там ну не им другим отвечал персональные мне статьи на сайте все равно все хотят посмотреть видео это проще итак друзья я сейчас расскажу про четыре объектива которые используют на кропе с этим объективом я снимаю все на данный момент я продал все свои остальные объективы этом продал 70 200 продал 24 на 105 нет у меня уже 2470 но поскольку я не снимаю сейчас на полный кадр а снимая на canon c100 или c100 там формат сенсора супер 35 супер 35 миллиметров это по факту тот же самый кроп и вот эти четыре объектива на них я снимаю все там начиная от свадеб заканчивая там рекламными презентационными роликами а вот они стоят в порядке увеличения максимально фокусное расстояние для широких планов я использую canon 1022 это не самый удачный ширик на кроп есть тоже такие нас диафрагмой 28 есть сигна с постоянной диафрагмой 35 они порезче чем он это достаточно сильно вылет в общем его использовать реально на диафрагмах 5 и 6 вот на 5 и 6 он а вполне хороший претензий к нему нет никаких сделан достаточно добротно но новой покупать его ни в коем случае нельзя потому что он просто запредельно переоценен он без бленды бленда ему по большому счету не нужна потому что на шевике ну как бы вы там ни крутили если вы снимаете на улице солнце все равно будет кадре контурный свет он держит вполне нормально далее мой самый любимый и ходовой объектив это сигма 18-35 1.8 но о нем я по моему уже достаточно много рассказывал в общем я снимаю на него практически все ну грубо говоря как штатный объектив если бы у него был стабилизатор ему бы не было цены объектив добротный тяжелый очень хороший мест что использую как там телевик да грубо говоря это сам янг 85 миллиметров с диафрагмой 1 и 4 соответственно на кропе он становится сто тридцатью пятью миллиметрами с такой дыркой f1 и 4 он прекрасно моет фон в то же время он допустим скажем так гораздо выигрывает там уже 70 200 потому что на таком фокусном 70 202 и 8 он не моет вообще и собственно последний объектив это как бы универсальный объектив это canon 18 200 обычный штатный не совсем обычный точнее не совсем штатный для всех как бы фотоаппаратов кропнутых но некоторые киты им комплектуются его основной плюс это наличие стабилизатора для фото это объектив ну разумеется какие большинство объективов для кропа не так хорош но для видео с разрешением full hd это прекрасное стекло если вы точно наводите резкость у вас не будет с ним никаких проблем он держит контровый свет субъективно лучше чем 18 135 тот который не стм версия стм 18 35 тоже хороша но мне реально 135 миллиметров мало но на самом деле на опять же на сайте я уже писал что разница между двумя стами миллиметрами на вот этом стекле и двумя стами честными миллиметрами на объективе 70 200 достаточно большая поэтому по фокусным это игры вы скорее всего не 18 200 где-то 18 на 160 18 на 170 тем не менее как бы на этот объектив я снимаю большинство именно репортажа как я уже говорил за наличие широкого угла большого диапазона зуммирования и стабилизатора вот и все 4 объектива в принципе все что у меня есть на сайте снято там за последние полгода или на моих каналов у меня достаточно много снято на эти стекла все остальное я продал и никаких проблем в этом не вижу вот в режиме видео теперь вам рассказал если вы снимаете на полный кадр то вместо соответственно 10 22 вам нужно использовать пример 16 40 или 16 35 вместо сигма 18 35 вам достаточно хорошим будет к нам 24 70 28 в принципе сам янг 80 пятку вы можете вполне оставить единственное что она будет честный 85 они сто тридцать пяткой ну и вместо этого стекла можете использовать 24 на 105 хотя конечно же такого коэффициента зуммирования у него не вот и все все остальное как бы на любителя я к этому это исключительно мой выбор к нему я шел достаточно долго три года мне потребовалось но 100 момента как ему уже наверно 400 момента как я начал как бы плотно заниматься видео и вот дошел до того момента до этого момента да и вот сейчас у меня эти четыре объективы то есть как вы понимаете я самые дорогие объективы которые у меня был ли продал просто за ненадобность потому что если вы снимаете на crop и либо на кинокамеры с форматом сенсора super 35 этого вполне достаточно конечно мне нравится 24 70 2 и 8 прекрасный объектив никогда тем более снимаешь им на как бы камере super 35 когда когда используется центральная часть объектива там прекрасная резкость прекрасная детализация мне очень нравился 70 200 2 и 8 но тем не менее сейчас они мне не нужны друзья еще у вас очень хотел попросить мне последнее время не то что начали писать но на email не всегда писали там на ю тубе комментариях еще где-то мне уже теперь начали звонить звонят из других регионов россии и спрашивают вот недавно парень звонил спрашивал нужно ли 4k ему покупать камеру или фотоаппарат и на чем монтировать 4k ребят но серьезно у меня помимо как бы блога есть большое количество важных дел то есть я постоянно работаю я не могу просто отвечать я выбираю какой-то день там несколько раз неделю отвечаю всем на все вопросы более того заходите на мой сайт в раздел бог там есть раздел ваши вопросы посмотрите вообще какие там есть разделы я очень много чего пишу в виде текста то есть я не снимаю видео и там практически ответы на все ваши вопросы все что выходит новая я стараюсь не пропускать и также о нем рассказывать так что друзья всех вас жду на своем сайте подписывайтесь на канал всем удачи и до свидания